Всем привет! С вами Константин и вы на канале крупнейшей сервисной сети Pedant. Сегодня мы окунемся в увлекательный мир искусственного интеллекта и выделим 10 лучших стартапов в сфере ИИ. Искусственный интеллект развивается с головокружительной скоростью. По данным глобальной платформы о стартапах TrackXN, по состоянию на сегодняшний день на рынке насчитывается 79 тысяч компаний в сфере ИИ. Поскольку наш мир становится все более взаимосвязанным, стартапы в этой сфере играют ключевую роль в преобразовании различных секторов нашей жизни. А последствия для нас могут быть либо хорошими, либо плохими, но так или иначе неизбежными. Только за первую половину этого года в компании, занимающиеся ИИ, были вложены десятки миллиардов долларов. Только вдумайтесь в эти цифры! И вот 10 крупнейших, самых важных и лучше всего финансируемых стартапов, за которыми стоит следить в 2024 году. Оставайтесь с нами, садитесь поудобнее, чтобы узнать, какие компании формируют наше будущее уже сейчас. И на первом месте у нас OpenAI. Стоимость ее акций превышает 80 миллиардов долларов. Она открыла миру, каким может быть искусственный интеллект, представив чат GPT в 2022 году, что произвело сильное впечатление на пользователей и вызвало значительный интерес к ее возможностям. OpenAI разработала программное обеспечение, которое может генерировать реалистичные видеоролики. Компания также разработала и искусственный интеллект, способный отвечать на вопросы пользователя голосом, который звучит очень похоже на человеческий. Если честно, то я считаю, что каждый пользуется чатом GPT. Делитесь в комментариях, вы активный пользователь этой нейросети, или для вас это все еще дремучий лес. А мы пойдем дальше и на второй строчке нашего топа EE Anthropic, оцениваемый в 18 миллиардов долларов. Компания основана бывшими сотрудниками OpenAI и быстро стала одним из ведущих игроков в области больших языковых моделей, представляя серьезный вызов своему предшественнику. Этот стартап смог добиться значительного успеха, привлекая финансирование от таких технологических гигантов, как Google и Amazon. Anthropic демонстрирует впечатляющие результаты по ключевым показателям в кодировании и текстовых рассуждениях, иногда превосходя OpenAI. Отличительной чертой является их приверженность безопасности в развитии ИИ. Компания активно публикует свои исследования, раскрывающие тонкости работы генеративного искусственного интеллекта. На третьем месте у нас Суна с капитализацией в 500 миллионов долларов. Эту компанию отличает от остальных любовь к музыке. Талантливый новичок может воспроизвести для вас любую сложную мелодию. Просто скомандуйте ей, спой мне песню о любви. И хотя такие способности уже вызвали гнев у представителей шоу-бизнеса, пользователи в восторге. В июне крупнейшие мировые звукозаписывающие лейблы подали в суд на Суна и его конкуренты Юдио, утверждая, что их обучающие данные включали множество звукозаписей, защищенных авторским правом. Это событие стало началом судебного процесса, который может стать знаковым делом в индустрии ИИ, устанавливая прецедент для будущих подобных дел и потенциально приводя к изменению законодательства в области авторского права. Как вы думаете, чем это закончится? Люди продолжат писать песни сами или мы станем для этого уже не нужны? Четвертое место по праву занимает Perplexity, оцениваемая в 1 миллиард долларов. Эта компания быстро превратилась из небольшого стартапа в одного из самых обсуждаемых игроков в Кремниевой долине. Perplexity AI представляет собой инновационную поисковую систему и чат-бот на основе искусственного интеллекта. Она получила прозвище «Разрушитель Google». Специализируется на предоставлении мгновенных цитируемых ответов, что делает его значимым игроком в области поиска информации с помощью ИИ. В настоящее время компания находится на поздней стадии переговоров о новом раунде финансирования, который оценивается в 3 миллиарда долларов, что подчеркивает ее значимость и инновационный потенциал в переосмыслении базовых интернет-сервисов, таких как «Поиск». Идем дальше, и пятая строчка уходит в «Мистраль» с ее оценкой в 6 миллиардов долларов. Ключевые продукты «Мистраль» включают в себя «Личат» — это чат-бот, использующий передовые технологии искусственного интеллекта, и «Кодстраль» — продукт для программирования, предназначенный для облегчения разработки и автоматизации кодирования. Ставка на открытый сходный код и доступность инструментов для разработчиков позволила «Мистраль» быстро завоевать популярность и уважение в сообществе ИИ. Шестая строчка — XAI с капитализацией 24 миллиарда долларов. Стартап от Илона Маска, созданный в 2023 году. В ноябре этой компании был представлен чат-бот «Грок», который интегрирован с X, ранее известный как «Питер». Пользователи могут задавать вопросы в X, и «Грок» предоставит быстрые и точные ответы, используя свои возможности анализа и синтеза информации. В настоящее время он доступен платным подписчикам сети. «Мы хотим попытаться стать самым смешным искусственным интеллектом», сказал Маск на конференции в начале этого года. «Если мы умрем, то, по крайней мере, мы должны умереть, смеясь». Как считаете, как скоро они засмеются? Делитесь своим мнением в комментариях. Давайте обсудим это. Седьмое место мы отдаем Сан-Франциско и Александру Ванг с оценкой в 13,8 миллиардов доллара, сумма, которую готовы отдать за платформу «Скейл». Она сделает за вас всю грязную работу, очистит массивы данных, отсортирует и сделает маркировку изображений, текста и аудио. Услугами «Скейл» уже пользуются даже сотрудники Минобороны США. Восьмая строчка нашего топ – «Хкахир». Скорее всего, вам не знакомо это название, так как эта компания – птица куда более высокого полета. Она разрабатывает большие языковые модели почти исключительно для корпоративных клиентов. «Хахир» в феврале представила открытую большую языковую модель LLM под названием «Эйя». Это первое решение данного класса с поддержкой более 100 языков. «Нейросеть» тренировалась на 513 миллионах документов и на около 114 языках. А 20 марта The Wall Street Journal писала, что Apple проводит переговоры по внедрению искусственного интеллекта в свой iPhone. В частности, компания обсудила технологию с Google, стартапами OpenAI и Кахир. Поэтому кто знает, что нас ждет в iOS 18 этой осенью. На девятом месте – CoreWeave. Это поставщик вычислительной мощности в облаке, поддерживаемой NVIDIA, и предлагающей чипы в аренду новому поколению компаний, отчаянно нуждающихся в мощности. Одним из ее клиентов является Microsoft. На волне своей востребованности CoreWeave привлекла 12,1 миллиард долларов средств инвесторов, увеличив свою стоимость на рынке до 19 миллиардов долларов. Ранее сосредоточенная на майнинге биткоинов, компания совершила прибыльный переход. Десятая строчка этого топа достается Eleven Labs, компания-новичок в ИИ-индустрии. И ее разработки приводят людей в ужас, ведь ее ИИ научился клонировать голос любого человека. Зато инвесторы воодушевлены и уже вложили в стартап 101 миллион долларов. Капитализация Eleven Labs сейчас составляет 1,1 миллиарда долларов. Технология Eleven Labs находит широкое применение в различных областях, включая создание озвучки для аудиокниг, дубляж фильмов, генерацию голосов для персонажей видеоигр и помощь людям, потерявшим способность говорить, предоставляя им цифровую копию их голоса. Несмотря на успех, Eleven Labs столкнулась с критикой и этическими вопросами, особенно в отношении злоупотребления их технологией и клонирования голосов для создания дипфейков и других злонамеренных целей. Итак, мы познакомились с 10 ведущими стартапами в области искусственного интеллекта, которые определяют будущее технологий и бизнеса. Эти компании не только демонстрируют потрясающие инновации, но и прокладывают путь к новому этапу в развитии ИИ, который влияет на все аспекты нашей жизни. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши видео. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Возможно, мы упустили какую-то интересную нейросеть из виду. Нам важно ваше мнение. Ну а с вами был Константин и крупнейшая сервисная сеть в России Педант. До встречи в новых видео. Всем спасибо. Всем пока.